Всем привет! Сегодня 7 августа и сегодня у меня снова много работы. Сейчас в общем буду выезжать на свой склад, собирать клиентские аксессуары. Затем поеду в магазин Ninebot, подготавливать электроскутера два. Один будет в тюнинге полностью, там очень много работы. И второй будет M95C. Нужно будет заменить литьевую батарею и контроллер. В машине у меня сейчас находится литьевая батарея, это на 80 Ач. Я ее вчера поздно вечером забрал, поэтому сейчас буду выезжать на свой склад, собирать аксессуары и затем поеду в магазин устанавливать. Так, давайте начнем смотреть аксессуары первого клиента. Чехол для багажника с отверстием для подсветки. Это для версии M95C+, вот это для обычной версии M95C, без отверстия, так как нету подсветки в багажнике. Это обновленная версия. Дополнительное крепление на руль для дополнительных аксессуаров с логотипом Ninebot. Крепится под болты зеркал. Вот такой вот металлический полик. Многие, кстати, заказывают его для расширения места под ногами. Очень удобная штука. Спинка сиденья для второго пассажира. Цвет вот такой вот серый, так как электроскутер нового цвета серого. Я думаю, оттенок подойдет. Проверим потом. Накладка на подножку для увеличения площади опоры. Очень полезная вещь. Ну и так же красиво смотрится. Чехол на сиденье от солнца, чтобы не грелась сидушка с логотипом Ninebot. Вот такие вот черные зеркала с розовым оттенком стекла. Есть еще синего. Это защитные пленки под 5D карбон на черный пластик. Полный комплект на электроскутер. Это у нас зарядное устройство на 84 вольт 10 ампер для литийовой батареи. От себя дарю клиенту вот такой вот держатель для телефона под зеркало. Затем адаптер для розетки с китайской на российскую. Это хорошего качества. В принципе, это все аксессуары, которые были у клиента. Положил все в коробку от полика. Все хорошо поместилось. Сейчас упакую и поеду в магазин за электроскутером. Будем собирать и отправлять сегодня. Наконец-то пришло время собирать тюнингованный электроскутер Ninebot M95C. Сейчас все аксессуары, запчасти достану. Отвезу в магазин и будем потихоньку все менять, собирать. Вот это вот все запчасти и аксессуары для тюнинга электроскутера Ninebot M95C. Сейчас, в общем, все с собой заберу. И будем в магазине все устанавливать. Наконец-то место на складе освобожу. Здесь пластик, задние амортизаторы, передняя вилка, тормоза. Ну и там еще рама и прочее. Вот так вот машина полностью забита клиентскими запчастями и аксессуарами. Сейчас буду выезжать в магазин. У нас в провинции Гуандун сейчас 37 градусов. На улице просто адское пекло. По ощущениям, это как стоять возле большого огня. И когда он отдает сильный жар. Вот на улице сейчас именно так. Только что доехал до магазина. Сейчас будем все выгружать и собирать клиентские электроскутера. Так, вот они все клиентские аксессуары. Сейчас будем собирать сначала клиентский электроскутер обновленной версии M95C+. И буду отправлять. Затем уже тюнинговать второго клиента. Так, вот она клиентская батарея на 80 Ач. Сейчас будем устанавливать на новую версию. Это M95C+. Также заменим на улучшенный контроллер. Здесь вот такая вот наклейка на InBot Premium M+. Литьевая батарея идеально вошла с нижнего отсека. Поэтому особо разбирать электроскутера не пришлось. Сейчас будем подключать батарею, настраивать контроллер. И можно будет отправлять. Только что доставили литьевую батарею, которая собирается под заказ у нас в городе. Можно даже прийти на производство, посмотреть процесс. Давайте посмотрим характеристики батареи. Это литьевая батарея, 74 В. Так, емкость 150 Ач. Защита БМС 1000 А. Затем производство месяц 8 августа. Вот такие вот Prada. Двойные, кстати. Два разъема на выходе. Это удлинители. И вот такой вот кабель для зарядки самой батареи. И специальный датчик, который показывает оставшийся заряд в приложении и на дисплее электроскутера. Здесь все есть продолжение. Это не конец. Качество очень хорошее. Посмотрите на эти клеммы. Вот она еще одна батарея литьевая, тоже под заказ собрана. Номинальное напряжение 72 В, максимальное 84 В. Емкость 110 Ач. Защита ДМС 300 А. Домной топ 30 А максимальный. Месяц производства 8 месяц, это август. Разъемы у батареи очень качественные. Вот такой контроллер установлен с завода на M95C+. Мы меняем на улучшенный. Здесь номинальный топ 40 А. Установили и подключили контроллер. Сейчас собирают пластик обратно. Также заменили автомат, либо выключатель на 100 А вместо 50 А. На обновленную версию устанавливается новый контроллер на 260 А. Есть вот такая вот штучка, с помощью которой можно подключиться по Bluetooth к контроллеру. Так, закончили все устанавливать. Все подключили. Проверяем зарядку. Также отображается заряд. Все работает. Заменили этот блок, который отвечает за отображение заряда на литиевой батареи. Клиенту установил сразу накладку на подножку. Полностью собрали электроскутер, и он готов к отправке. Выехал просто прокатиться, проверить. Едет очень хорошо. Мотор здесь 1500 Вт. В пике выдает 2400 Вт. Замененным контроллером едет очень хорошо. Новый дисплей. Отображается время, запас батареи в процентах и индикация. Здесь высвечивается разная информация. Разные значки. Здесь мощность. Ну и всякая разная информация. Первый режим. Режимы, статусы. Тут связь. Range. Остаточный запас хода. Свет действительно очень красивый. Такой серый, темно-серый. Давайте быстренько напомню. У обновленной версии новый дисплей. Добавлена кнопка. Новые ручки. Здесь металлический грузик. Затем новые амортизаторы желтого цвета. Улучшенное мотор-колесо на 1500 Вт. В пике 2400 Вт выдает. Так, затем что еще? Новая функция. При нажатии откидывается пассажирская подножка. Появились новые цвета. Бежевый. Вот этот серый. Сбоку вот такая вот наклейка. Ninebot Premium M+. Колеса 90х90, 12 дюймов. Они чуть больше стали на 10 мм. Из функций у электроскутера появилось удержание на уклоне и ТКС. Трекшн контроль. При срабатывании сигнализации появляется вот такой вот значок. Давайте сейчас немного прокачусь, покажу как разгоняется. Давайте попробую заснять разгон. Раз, два, три. Давайте пропустим и попробуем обогнать. Тормозит тоже хорошо. По фарам видно на машине, как электроскутер подрывается. В общем, едет хорошо. Только что прокатился. В общем, все хорошо. Сейчас будем заматывать защитную пленку и отправлять на склад в Гонжоо. Замотали в защитную пленку клиентские аксессуары. Сейчас вызываю машину и отправляю на склад. Только что загрузили электроскутер в машину. Сейчас машина будет выезжать на склад в Гонжоо. Также хочу вас предупредить, что от моего имени могут писать вам мошенники. Поэтому проверяйте и переходите только по ссылкам, которые я оставляю под видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok